Вы знаете, что вы папа Геннадия Леонидовича? Вы хотите сказать, что я что-то сказал? Как вы считаете, вот такой вот запобедженный зафиг приемлем, неприемлем для Геннадия Леонидовича? По-русски. Такая мера пресечения. Я считаю, что она, она, ну, неприемлема. Он недостоин вообще-то вот этого, то, что творится в нашем государстве. Не потому, что это мой сын, потому что я защищаю его. Ну, просто человек со своим характером, со своей правдой, которая у нас когда-то стоила 2 копейки в Советском Союзе, она сейчас копейки не стоит. Вот это вот, у него характер такой, характер бойца. Вы понимаете, он не заслуживает этого. Я вам честно говорю, не потому, что я отец, ну, потому что она так и есть. Я когда-то сказал в своем интервью, когда был прав Порошенко, когда он ему давал орден, если он, я ему оборотился к нему, заберите орден и верните сына. Вот, что я вам могу сказать. Вы знаете, можно любую, как говорится, меру, она должна быть справедливой. А придумать домашний арест или не выход вообще с квартиры, это все такое, понимаете? Ну, я не могу, не то что я, наши люди, Днепропетровский, вот я слежу за прессой, за всей Украиной, за другими государствами. Например, был митинг в Израиле возле украинского посольства. Вы знаете, он неприемлем, неприемлем к нашей системе. Я, вы знаете, что вам сказать, я голосовал за нашего президента и думаю, что он должен навести своей структуре, своих советников, которые, я считаю, они просто, ну, не те, которые ему советуют. И вот, если бы он не сделал этого, не сделал бы, чтобы не было вот этого Чернигова, Киева, а просто честно отпустили человека, он бы поднял просто свой рейтинг. Ну, то есть, вы не считаете, что домашний арест это победа? Вы знаете, любая, пусть, вы хотите сказать, арест домашнего, пусть будет, по-вашему, маленькая победа. Но победа должна, она не должна была быть, как говорится, этого не должно было быть в априори.